Даниил Борисов, центральный защитник футбольного клуба «Мастер Сатурн». Даниил, что можешь сказать сегодня по игре 1-1 в Саренбурге? Боевой матч такой, более силовой, так сказать. Не могу упрекнуть пацанов в самоотдаче. Могу упрекнуть только в генерализации моментов. А так я, в принципе, доволен, как ребята выкладывались на поле, отдавали себя. Дань, тебе большое спасибо и всего доброго и дальнейших побед. Главный тренер, уор номер 5 «Мастер Сатурн» Мазур Алик Андреевич. Алик Андреевич, дайте, пожалуйста, ваш комментарий по сегодняшней игре 1-1 в Саренбурге. Такая игра боевая. Примерно две равные команды играли в примерно похожий футбол. Ну, наверное, как мне кажется, чуть больше моментов мы создали. К сожалению, их не реализовали. Вот, поэтому, ну, такое ощущение немножко, что потеряли очки. Алик Андреевич, на последних минутах буквально Амусаев получает красную карточку. Остается три минуты до основного времени. Зачем, почему? Как ты объяснил эту ситуацию? Не сдержался, потому что была ситуация на поле, когда Виталию Цикишеву нанесли удар в область глаза. У него глаз там опух. Вот, и какое-то количество времени судья не реагировал на то, что удар пришелся в голову, нужно было остановить игру. Вот, поэтому, ну, игрок просто за своего партнера, скажем так, не сдержался. Вот, поэтому я здесь ничего не могу сказать, прав он, не прав, но это уже в прошлом, скажем так. Алик Андреевич, вам большое спасибо. Всего доброго и дальнейших побед. Спасибо. Защитник Ярослав Досковский, футбольный клуб Оренбург. Ярослав, ну что же, ты сегодня отличился, забил первым в сегодняшнем матче, в первом тайме. Как прокомментируешь данную игру, сегодняшнюю 1-1 против Мастер Сатур? Интересная игра, тяжело. Поле, конечно, не очень хорошего качества. Вот. Ну, как-то изначально было тяжеловато привыкнуть, потом вроде ребята чуть-чуть подстроились под игру, под поле, и подача хорошая получилась. Нас вот забили гол, поэтому матч хороший был. Тебе большое спасибо, Ярослав, и дальнейших побед. Удачи. Главный тренер футбольного клуба Оренбург, Попов Сергей Геннадьевич. Сергей Геннадьевич, дайте, пожалуйста, свой комментарий по сегодняшней игре 1-1 против Мастер Сатур. Ну, если первое, это то, что качество поля, да, нам немного тяжеловато было на таком поле играть. Соперник чаще играет на нем, и, может быть, им в этом плане было проще. Но оно слишком мягкое, качество газона, да, там скользили, что те, что те футболисты, в принципе, были более-менее в равных условиях. Мы планировали, что мы будем использовать постепенное нападение, но с качеством поля это немного трудновато было, но мы все равно пытались это делали, да, заработали штрафной, забили его, да, Ярослав забил первый гол свой, с этим мы его поздравляем. Но тяжеловато, да, такие моменты мы создавали, в принципе, защитники справились с тем, что, когда мы разобрали команду соперника, знали, что они часто используют длинные передачи, вот, поэтому установку они выполнили в должной мере. Да, были там пару эпизодов, но их мы и разберем дома и сделаем выводы. По второму тайму, да, там такое спорное решение, в плане того было пенальти нет, пусть инспектор сам принимает решение, какие там, что, действия делать. Да, такая игра уже началась 1-1, и те и те хотели забить, но были у нас пару эпизодов, которые мы должны были реализовывать, но не получилось. Концовки не дожали соперника, ну, оставалось уже меньше времени, когда они были в десятером. Но ребята молодцы, они проявили характер, нам было тяжело во многих планах, и кто смотрел матч, тот поймет, про некоторых не буду ничего говорить. А так, ну, такие игры нужны, футболисты закаливаются после таких матчей, когда тяжело во всех планах. А сказалась как-то игра, то, что была потеря в прошлом матче Ильи Ерохина, на это как-то сказалось? Ну, у нас так как бы есть еще кадровые потери, да, но мы даем возможность другим футболистам сыграть, то есть Ярослав играл сегодня в этой позиции, опорный полузащитник, и достаточно уверенно выглядел в ней. Так что мы развиваем футболистов и даем возможность всем играть. Сергей Геннадьевич, чего сегодня не хватило для победы? Ну, я считаю, не хватило где-то чуть-чуть везения, и в завершающей фазе более точной передачи, чтобы можно было забить, потому что подходы и моменты были, но не получалось у ребят где-то чуть посильнее удар, где-то поле, там что-то опорная нога поедет. Ну, ничего, будем работать дальше. Еще осталось нам три туры до паузы. Сергей Ильич, вам большое спасибо и дальнейших побед. Всего доброго. Продолжение следует...